На протяжении последних где-то трех лет я пытался на AliExpress найти наушники, которые могут хотя бы близко сравниться с оригинальными AirPods, причем не только внешне, но и по звучанию, по функциям. И все мои попытки разбивались о том, что эти наушники либо совсем не работали, либо работали до первой зарядки, либо их функционал был настолько убогим, что это даже нельзя было назвать какой-то более-менее полноценной копией. Короче, все дошло до того, что те наушники, которые все-таки работали, а их было, наверное, моделей 10, и ни на дне из них вы, естественно, не видели обзоры, потому что про такой трэш я вам просто не рассказываю. Я просто-напросто, когда с собакой гурял, раздавал детям, которые играют во дворе. А сегодня у нас годная копия AirPods Pro и годная копия AirPods 2. Почему годная? Ну, хотя бы потому, что они уже определяются, как наушники от Apple. Посмотрите сюда. Правда, почему-то определились, как наушники Оксаны. Видимо, Оксана их тестировала до меня. Но все это работает. Приложение работает. Буквально ты открываешь наушники как родные. Вот кейсик открываешь. Они реально определяются. Но это еще не все. Функционал тоже весь работает. Даже режим прозрачности и шумоподавления. По звучанию это хоть и не аудиофильский вариант, даже близко. Но это можно слушать. Короче говоря, давайте на это дело посмотрим поближе, а потом, как обычно, разберем звук. Да, кстати, эта история не про Алиэкспресс. Эти наушники официально продаются в России в крупнейших маркетплейсах с официальной гарантией. Ну а если вы планировали что-то взять на Алиэкспрессе и не смотрели мое предыдущее видео, посмотрите обязательно. И обязательно загляните в прикрепленный комментарий. Потому что там я для вас прикрепил самые топовые, самые новые промокоды, с которыми можно реально сделать покупку очень выгодной. Все будет в описании. Начнем с ТВС Прайм Про. Ну что ж, аккуратненькая коробочка. Открываем, извлекаем кейс, который, кстати, один в один похож на сами знаете что. В комплекте видим насадки разных размеров, а также Type-C кабель. Не забыли положить даже инструкцию на русском языке. Кстати, это полезно, хотя бы для того, чтобы понять, какие кнопочки за что отвечают. Кейс небольшой, из нормального пластика без запаха, не люфтит крышка. В общем, вполне нормально. Зарядку, кстати, держат 3 часа и более. По крайней мере, у меня за 3 часа не получилось их посадить. Ну и с кейсом можно их перезарядить еще несколько раз. Кстати, пока не забыл, запас громкости просто неимоверный. Они реально звучат очень громко. Я больше, чем на 60% их просто не смог слышать. Причем на большой громкости не хрипят. И раз уж мы заговорили о звуке, давайте я вам скину ссылочку, она будет в описании. Где вы сможете услышать то, что я сказал рекламодателю об этих наушниках, когда я решал снимать этот обзор или не снимать. Правда, здесь небольшое уточнение нужно дать. В том видео я сказал о том, что периодически у меня отваливался один наушник из-за соединения. Как оказалось, дело не в соединении, а дело в одном из датчиков, который отвечает за плей-паузу наушников и он плохо реагировал на свет. После того, как я отключил этот датчик, всякие проблемы с коннектом у меня исчезли. Ну, точнее, не с коннектом, короче, вы поняли. У наушников есть программное обеспечение, по крайней мере на Apple-овских устройствах. Они определяются как нормальные AirPods, и у них есть весь функционал, который есть у нормальных AirPods Pro. Там есть и шумодав и все остальное. Короче, вы видите на экране все эти функции. Есть режим прозрачности, есть возможность ставить на паузу воспроизведение, когда вы достаете наушник из уха, и вот именно этот датчик глючил. Может быть, он не будет глючить вас, может быть, будет. Может быть, дело в конкретном экземпляре, короче, не знаю. Но это, по сути, единственный баг, который я словил. Что касается Android-устройств, то здесь это все тоже будет работать, только по умолчанию. Соответственно, там нет этих всех настроек, и вы не сможете переключать дополнительные параметры, которые именно на Apple-е должны работать так, как они должны. Короче, вот то же самое, что и на оригинальных AirPods Pro. Придется пользоваться горячими клавишами. Сами наушники сидят в ушах удобно, с этим вообще никаких проблем, как и в оригинале. Звукоизоляция хорошая. Звуки и все остальное, что касается взаимодействия с наушниками, все точно так же, как в оригинале. Теперь давайте посмотрим на TWS Prime 2. Это, по сути, AirPods 2. Здесь тоже все определяется в приложении. Моментально крышечку открыли. У вас на телефоне все появилось. Функции все точно так же работают. Сидят в ушах идеально абсолютно. Мне, честно говоря, даже нравится больше, чем прошки в этом плане. Сенсоры тоже не глючат. Короче, полный зачет. На мой взгляд, вот эта копия получилась вообще изумительная. Да и по секрету скажу, по звуку здесь тоже очень лок. Уж точно не хуже оригинальных AirPods. Правда, нужно сказать, по звуку AirPods тоже были далеко не идеальны. А еще меня попросили сказать, что есть еще одна модель помладше. Есть эти же модели, только в другом дизайне. Все ссылочки в описании будут. Ну, а теперь давайте послушаем, как звучат Prime Pro по сравнению с оригинальным файлом. Не устаю повторять, что оригинальный файл все равно всегда будет звучать лучше. Здесь мы оцениваем только вот тембральный баланс. Ну, например, здесь есть акцент на басах, и вы это услышите. В общем, давайте слушать. Только имейте в виду, что выводы здесь надо делать вот такие лишь приблизительные. Продолжение следует... 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 реальные AirPods примерно в 5 раз больше и получить более ясное звучание без басов или постратить ну в общем-то никакие по сути деньги на отличную копию, которая будет еще и с басами. Я ни к чему не призываю. Ребята, это трэш, это трэш, но это рабочий трэш, который вполне можно использовать, в отличие от всего другого трэша, который я использовал до этого. Пытался купить, рассказать вам про что-то годное. В общем, потратил на это кучу денег, у меня ничего не получилось. В данном случае они отвечают требованиям, чтобы о них хотя бы можно было рассказать и даже на самом деле нормально слушать, особенно двоечки. И мне даже понравились. Сенсоры работают нормально, но кроме сенсора вот вставления наушника и доставания в ухо у прошек, там он иногда глючит в некоторых условиях, во всем остальном все нормально. И кстати его можно отключить, если он вам не нужен. Звук приемлемо. Это можно слушать без крови из ушей. Хотя, конечно, учитывая, что каким наушникам я в принципе привык и про какие я вам обычно рассказываю, это вот там даже близко рядом не стоит. Но при этом это стоит настолько смешные деньги, что опять же, если вы хотели хорошую копию, вот это та самая хорошая копия. И самое на самом деле приятное во всей этой истории, это то, что российский бренд, который их здесь под своей торговой маркой продает, он с их слов берет на себя обязанности абсолютно полном техническом служении этих наушников. Если они глючат, не работают и так далее, вы можете здесь их сдать без проблем и вам их поменяют на другие, которые будут работать. Такого на Алиэкспрессе будет добиться несколько сложнее, как вы понимаете. И доказать, что наушники как-то не так работают, удаленно сложнее, чем здесь, как говорится, пальцем тыкнуть и вам их поменяют. В общем, они клятвенно обещали, что никаких проблем с юзер поддержкой не будет, поэтому здесь это можно записать в плюсы. Так что как-то так. По ссылочке в описании вы найдете всю необходимую инфу, а также приглашаю вас также по ссылочке в описании на свой авито, куда я выложил кучу интересных ништяков для вас по очень выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, ставьте пальчики вверх за честный обзор и подписывайтесь, если вы здесь впервые. Ну и конечно же, пишите комментарии, мне будет крайне интересно их почитать. С вами был Михаил. Всем пока!